Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Это шестая лекция из цикла лекций, посвященных машинам и аппаратам линий производства плесневых грибов на барде спиртовых заводов. Эта лекция посвящена описанию устройства, принципам работы и расчета аппаратов для выращивания посевной культуры. Маточник. Аппарат для выращивания посевной культуры. Маточник. Грибную культуру, подаваемую в ферментаторы для обсеменения подготовленной питательной среды, выращивают предварительно в отдельных аппаратах, маточниках. На рисунке изображен маточник объемом 5 кубометров, который рассчитан на выращивание посевного материала. Грибной культуры в объеме 10% от количества питательной среды, загружаемой в ферментатор. Цилиндрический корпус снабжен эллиптическими днищами. В верхнем днище имеются штуцеры для продукта, воздуха, арматуры приборов и смотровые окна 3. Тепло, выделяемое развивающейся культурой микроорганизмов, отводится водой через рубашку 7 корпуса и рубашку диффузора 6. Воздух поступает через аэратор 4, труба провода диаметром 60 на 5 мм, который оканчивается конической розеткой 9. Раструб розетки диаметром 300 мм сопряжен с нижним конусом. Между ними имеется щелевой зазор высотой 1,5 мм для выхода воздуха. Выходной зазор разделен на 12 секций для концентрированного ввода воздуха в среду. Для создания организованной циркуляции аэрируемой массы предусмотрен диффузор 6 с раструбом и охлаждающей водяной рубашкой. Под влиянием пузырьков воздуха, поступающих из розетки аэратора, масса по диффузору поднимается вверх, переливается через верхнюю кромку диффузора, проходит вниз по кольцевому пространству между стенками корпуса и диффузора и снова попадает в зону аэрации. Таким образом осуществляется непрерывная циркуляция. Аппарат рассчитан на рабочее избыточное давление 2 атмосферы. Перемешивание среды в маточнике пневматическое, поэтому аппарат не имеет сальника, который имеется в аппаратах с механическими мешалками в месте прохода вала в корпус. Техническая характеристика маточника представлена в таблице на слайде. Рассмотрим примерный расчет маточника. Пассивную культуру, как уже было сказано, приготовляют в количестве до 10% от объема среды в ферментаторе. Рабочий объем ферментатора 25 кубометров. Необходимо определить геометрические размеры маточника, проверить его на механическую прочность и внешнее давление, а также определить расход охлаждающей воды. Если вам интересен только какой-то один из расчетов маточника, вы можете перейти на этот расчет по тайм-кодам в описании. Расчет геометрических размеров маточника. Рабочий объем маточника определяется по формуле, представленной на слайде. В избежание применения пеногасителя принимаем меньший коэффициент заполнения. Это Z0,5. Тогда полный объем маточника рассчитывается по формуле, представленной на слайде, и равен 5 кубометров. Внутренний диаметр маточника, да и большое внутреннее, 1600 миллиметров. Размеры эллиптического днища для аппарата с таким диаметром будут следующие. Высота выпуклой эллиптической части HV 0,25 Д большое внутреннее, то есть 400 миллиметров. Высота от бортовки H больше 2,5 дельта днища, принимаем H 40 миллиметров. Где дельта днища? Это толщина стенки днища. Внутренняя поверхность F внутренняя 2,98 квадратных метров и объем днища 617 тысячных кубометров. Тогда полный объем маточника состоит из объема цилиндрической части WC и объема эллиптических днищ WDN. И объем маточника с другой стороны запишется в виде формулы. W маточника равно WC плюс 2WDN, равно 5 кубометров. Отсюда находим объем цилиндрической части маточника и высоту цилиндрической части маточника, которую после расчета принимаем равные 1,9 метра. При этом общая высота маточника определяется по формуле представленной на слайде. Таким образом мы закончили геометрический расчет маточника. Расчет маточника на механическую прочность. После каждого цикла выращивания пассивной культуры маточник стерилизуют паром под избыточным давлением 3 атмосферы. Температура насыщения пара 142,9 градуса Цельсия. В связи с этим элементы маточника нужно рассчитывать на механическую прочность, принимая во внимание, что маточник изготовлен из стали 3. Толщину цилиндрической обечайки определим по формуле, представленной на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. На следующем слайде представлены формулы для расчета толщины стенки эллиптических днищ и толщины стенки рубашки маточника. В корпусе маточника имеются неукрепленные отверстия. Максимально допустимый диаметр неукрепленного отверстия цилиндрической части определяется по формуле, представленной на слайде. Также на слайде вы видите расчет максимально допустимого диаметра неукрепленного отверстия в эллиптических днищах. Гидравлические испытания маточника должно проводиться при давлении 5 атмосфер. К этому давлению добавляется гидростатическое давление столба жидкости, заливаемой в аппарат при испытании. По жидкости 0,1h, где h – высота маточника. Допускаемое напряжение материала при гидравлическом испытании маточника должно удовлетворять требованию, представленному на слайде в виде формулы. Подставив цифровые значения в эту формулу, получим, что σ, допускаемое напряжение в материале маточника, меньше предела текучести. Это значит аппарат удовлетворяет требованиям прочности. Расчет корпуса маточника на внешнее давление. Корпус маточника подвергается внешнему давлению воды, подаваемой в охлаждающую рубашку. Избыточное рабочее давление в рубашке – одна атмосфера. Критическое давление, при котором форма сосуда становится неустойчивой, принимают равным 4 атмосферы. Толщину стенки маточника, подверженного наружному давлению, определяется по формуле на слайде, где r – это средний радиус цилиндра, который определяется по формуле, представленной на слайде. Принятая толщина ΔC 0,8 см обеспечивает устойчивость формы маточника. Тепловой расчет маточника. В маточник подают питательную среду, подогретую до температуры Т1-130 градусов Цельсия, начальная температура среды, без предварительного охлаждения. Перед засевом культурой среду охлаждают в самом маточнике до температуры Т2-30 градусов Цельсия, конечная температура среды. Время охлаждения по условиям технологического режима ТАУ – 2 часа. Количество тепла, отводимого в течение одного часа КУТАУ, определим по формуле, представленной на слайде. Расчет количества воды, необходимой для отвода тепла, и количество тепла, отводимое излучением в окружающее пространство, определяется по формулам, представленным на слайде. Также определим расход охлаждающей воды для отвода тепла, выделяемого растущей культурой микроорганизмов, приняв, что при приготовлении питательной среды добавляют 6% кукурузной муки к объему среды – 2,5 кубометра, то есть примерно 150 кг. Это количество эквивалентно 112 кг сахара. При сгорании 1 кг сахара глюкозы выделяется 15665 кг тепла. Принимаем для упрощения расчета, что весь сахар будет израсходован на развитие микроорганизмов, и образовавшееся при этом тепло будет выделено в среду. В действительности часть тепла используется микроорганизмами в процессе биосинтеза. Общее количество выделившегося тепла определим по формуле, представленной на слайде. Культура выделяет тепло в период активного роста, который длится около 24 часов. Количество тепла, выделяемого в течение часа, определим по формуле, представленной на слайде. Тепло от среды отводится не только охлаждающей водой через рубашку, но и теплоизлучением. Отвода тепла воздухом, подаваемым в среду для перемешивания и аэрирования, практически не происходит, так как температура подаваемого воздуха равна температуре среды. Потери на теплоизлучение принимаем в размере 2%. Тепло отводимое водой, расход воды на охлаждение растущей в маточнике культуры и общий расход воды, эти расчеты вы видите сейчас на слайде. Вы посмотрели видео лекцию, в которой описывается устройство, принцип работы и расчет аппаратов для выращивания посевной культуры, маточников. Спасибо за внимание, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok